Я тебе говорю по-русски, ты смотришь в мои глаза так и искренне, честно, как будто ты понимаешь, о чем я говорю. Сзади Мурат тебе потом дает перевод, окей? Потом даешь полноценный ответ на удобном тебе французском, и ты, наверное, тоже потом полноценно меня переводишь. Ты смотришь? Вы постарайся. Я здесь стою вообще. Нет, лучше там. Дорогие друзья, это Локаликс, и у нас долгожданный гость Франсуа Камонос. На самом деле мы давно хотели пообщаться, буквально с первого дня, с того самого момента, как трансфер состоялся, но был тяжелый график. Потом мы, честно говоря, ждали, что Франсуа покажет, наконец, свой футбол, адаптируется, и в итоге вот мы сейчас находимся вот в этой зимней паузе, и я думаю, что ты согласишься со мной, Франсуа, что ты до сих пор не показал себя настоящего. Добрый день. Конечно, я соглашусь с тобой. Когда я приехал в Россию, для меня все было немного сложно. Более того, я на тот момент восстанавливался после травмы, и к тому же, когда я приехал в Москву, свободного времени у меня практически не было. Было столько дел. Поэтому никак и не удавалось записать интервью. Для меня очень приятно принять участие в сегодняшнем интервью. Что касается моего футбола, мне надо было какое-то время, чтобы пройти адаптацию в России. Более того, надо было привыкнуть к языку, климату, игровым схемам, к самому российскому чемпионату. На сегодняшний день я думаю, что я начал по-настоящему вливаться в коллектив. Начал лучше понимать своих товарищей по команде. Сборы проходят великолепно. Поэтому к концу сборов и к началу чемпионата мы увидим, как что поменяется и вообще, что произойдет. Ты говоришь об адаптации. Но вот, кстати говоря, прошло полгода, как я хочу взять у тебя интервью. Я каюсь, я не выучил французский язык. Но и ты не выучил русский язык. Мне кажется, это должно было тебе помочь. Ты планируешь его выучить или ты считаешь, что это не твое и не самое главное? Я думаю, что выучить язык – это необходимость. По крайней мере, постараться понимать, о чем говорят вокруг тебя. Я прилагаю много усилий для этого. Я пока не взял учителя по русскому языку из-за того, что времени для этого практически не было. Но я много спрашиваю, что значит то или иное слово. Я уже знаю много футбольных терминов на поле. Я уже могу сказать по-русски направо, налево, сзади, один, за спину. Много из подсказок партнеров я уже поднимаю. Но ты прав, язык знать необходимо. Это, конечно же, мне сильно поможет по-настоящему влиться в коллектив. Общаться с товарищами по команде на разные темы. И лучше понимать их. Спасибо нашему замечательному переводчику Мурату, что снижает наш языковой барьер. Ты мне по-русски скажи, чтобы я услышал своими ушами твою русскую речь. Я уже на самом деле много слов знаю. Могу сказать. Что касается футбольной лексики. Могу посчитать до пяти. Я понемногу прогрессирую, но мне, конечно же, нужен учитель по-русски. Я говорю по-русскому языку. А что сейчас в плане адаптации, расскажи, пожалуйста. Потому что климат, наверное, действительно неподходящий для тебя. Другая страна, другой менталитет. Я знаю, что ты женат, у тебя ребенок. Сразу ли семья переехала, или ты чувствовал себя одиноко первое время? Это моя первая поездка и опыт за пределами Франции. Для меня это шок. Русский язык я вообще впервые слышу в своей жизни. Поэтому было сложно, особенно в начале. Я приехал один, без семьи, никого не знал. Но все это, слава Богу, в прошлом. Сейчас моя семья со мной. Более того, отпуск мне пошел на пользу. Я провел все это время с семьей в Гвинеи, а также смог увидеться с своими друзьями. Поэтому я уже вернулся с улыбкой на лице. Я уверен, это поможет мне в моей работе на тренировках и в адаптации к российскому чемпионату. Теперь я уже знаком со многими российскими реалиями. И теперь только от меня зависит, как хорошо и быстро я смогу подготовиться к этому. Как я уже говорил, посмотрим, что произойдет к концу сборов и к моменту начала чемпионата. Все, что мне необходимо, это просто игра в щелчок, которая разблокирует стопор. Официальная игра, в которой я забью гол, смогу отдать решающие передачи, чтобы почувствовать уверенность, чтобы брать на себя ответственность за принятие решений на поле. У тебя пока нет в официальных матчах результативных действий, действительно. Это давит на тебя? Ты думаешь об этом? Да, конечно. Я знаю, что от меня многие люди ожидают многого. Жаль, конечно, что до сих пор я не забил ни одного гола, не отдал ни одной голевой передаче. Это постоянно в моей голове и давит на меня. В жизни футболиста-профессионала такие моменты иногда случаются. Но надо продолжать работать, тяжело работать, и тогда, я уверен, это придет. И опять же, повторюсь, все, что мне необходимо, это игра в щелчок, в который я хорошо отыграю, в который смогу отдать решающие передачи, где я смогу забить гол. Я уверен, это будет именно тот поворотный момент, когда я смогу выйти из этого тупика. Логично, что мы, болельщики, ждем от тебя результативность, потому что три года назад, два года назад, ты был лидером Бордоо. После того замечательного сезона Малькома отдали в Барселону. Центральный форвард Лаборт ушел в Монт-Пелье, тебя в Монако не отдали. Ты остался, вывел команду в Лигу Европы, забив более десяти мячей, что до этого причем не удавалось Бордоо. Тебе уже стал интересоваться Ливерпуль. И вот эти какие-то американские горки в твоей карьере, при том, что ты еще молодой футболист, психологически как ты в первую очередь справляешься? То есть у тебя действительно уже, наверное, должен быть опыт как-то правильной реакции? После всего того опыта, который был у меня в прошлом, я начал лучше понимать многие вещи. Я стараюсь максимально концентрироваться на своем футболе. Все остальное я предоставляю своим агентам, чтобы они разбирались. В Бордо, конечно, моя ситуация в клубе немного осложнилась, особенно к концу. Не хотел бы возвращаться ко всей этой истории. Конечно, всегда ходит много слухов вокруг футболистов, но я всегда стараюсь не слушать их и продолжать играть в свой футбол. Конечно, в какой-то момент для меня все это накопилось, и мне было сложно со всем этим справиться. Как ты справедливо заметил, ситуация на тот момент была не из простых. Но на сегодняшний день я стараюсь оставить все это в прошлом. Оставаться спокойным и концентрироваться на моем футболе. Очень много моих товарищей по команде уехали из Бордо, и сегодня играют в хороших клубах. Что касается меня, то повторюсь, я оставил свою ситуацию в Бордо, за бортом, в прошлом. Сегодня я опять стою на ноги. Для меня это сейчас как часть моего восстановления. Стараюсь хорошо готовиться, стараюсь прийти в хорошую физическую форму, чтобы выйти на свой лучший уровень. Знаю, что это сложно, есть еще над чем работать. Я уже чувствую себя намного лучше в физическом плане. И надеюсь, что к началу чемпионата я буду на пике своих физических возможностей. Завершать тему от твоей адаптации, но это действительно важная тема, я думаю, для тебя в первую очередь, и мы все ожидаем увидеть тебя настоящего, это приезд Пабло. Мы с Пабло пошутили, что ты ни с кем не разговаривал, вот ты сейчас наконец заулыбался, и как-то Пабло за счет своей сумасшедшей энергии как-то связал тебя чуть больше, мне кажется, из Эдером. Ты же согласишься, что, наверное, вот такая атмосфера, твой результат на поле, твоя игра, это некое отражение души. То есть, если тебе комфортно вне поля, ты на поле будешь хорош. Конечно, для футболиста каждая маленькая деталь важна. Все детали потом складываются в одну общую картину. Что касается вопроса адаптации, то я по природе своей человек немного сдержанный, немного робкий. Я раскрываюсь, когда лучше узнаю окружающую обстановку. Но я прилагаю усилия, и мне сейчас немножко сложно, тем более я еще не понимаю русский язык. По-португальски я еще кое-что могу понять. Мой английский оставляет желать лучшего. Иногда мне хочется пообщаться, обсудить какие-то темы, но пока не получается. Конечно, это сказывается как и на мне, так и на моей игре на поле. Но эти сборы однозначно пошли мне на пользу. Я начал чувствовать себя более расслабленно, стал отпускать себя и ситуацию. Начал больше общаться с ребятами. Даже когда я не понимаю, в чем речь, я спрашиваю, интересуюсь, что это или иное значит. Я делаю шаги навстречу своим товарищам по команде, и они в свою очередь делают шаги навстречу мне. Чаще ко мне подходят, интересуются, как у меня дела, что у меня происходит в жизни. Это для меня самое главное на сборах. На поле я стараюсь проявить свои лучшие качества, сохранять улыбку на лице. Со своей стороны, я много над собой работаю, чтобы преодолеть свою зажатость и быть более веселым в коллективе. Франсуа, очень здорово, что мы узнали, что действительно ты понимаешь важность этой проблемы с адаптацией, и она решается буквально на наших глазах. Давай перейдем к футболу. По началу сборов можно было сделать вывод, что мы перешли на новую схему. 4-3-1-2. Какая твоя позиция в этой схеме? Потому что раньше помнится, вот лучше свой футбол ты показывал слева в атаке, как раз таки были проблемы, когда тренер предыдущий ставил тебя на позицию правого латераля, а вот в этой схеме 4-3-1-2. Какая твоя позиция? Есть ли она вообще? Сейчас мы как раз таки этими занимаемся. Изучаем новые схемы игры. Когда я только приехал, было очень сложно ассимилировать все эти новшества, влиться напрямую в новую систему игры. Сегодня на сборах у команды гораздо больше времени на изучение всего этого, и команда много над этим работает. Я комфортно себя чувствую на своей позиции. Она больше и лучше использует мои скорости, мои врывания в штрафную соперника. Я чувствую себя более свободным в нападении, особенно когда мы играем в два нападающих. Я стараюсь больше двигаться, больше открываться, убегать за спину. Стараюсь быть как можно ближе к воротам соперника. Я очень надеюсь, что в будущем это принесет пользу команде. Эта позиция требует от нападающего быть очень эффективным в стадии завершения и занимать позиции на поле, чтобы забивать голы, помогать своей команде выигрывать матчи. Все же необходимы какие-то тактические перестановки именно в плане понимания того, где ты должен играть, как взаимодействовать с партнером в том или ином эпизоде, как в зависимости от расположения мяча, соперника действовать. С кем ты больше это обсуждаешь? С Марку, с Раду или с Олегом Алексеевичем? С кем из тренеров ты больше общаешься? На сегодняшний день для меня самое главное это обрести свои лучшие физические кондиции, выйти на лучший свой физический уровень. Что касается расположения на поле в линии атаки, то всегда со мной общаются, обсуждают это. Говорят, что команда в этом очень нуждается. Помогают мне проявить свои лучшие качества. На сегодняшний день мы играем по схеме 4-4-2. Меня поставили на позицию нападающего, потому что на тренировках видели, что эта позиция мне подходит. Я чувствую себя комфортно в этой позиции. Чувствую, что могу на ней играть. Самое главное это подтянуть свою физику. И всех четырех позиций в атаке я могу играть на всех четырех. На стрии атаки. Могу играть второго нападающего. Могу играть на обоих флангах. Завершая тему футбола, небольшой блиц. Три твоих сильнейших качества. Ускорение. Ситуации один против одного. Удары по воротам. Три качества, которые наоборот нужно подтягивать. Одним словом, только тактика. Все остальное это вопрос только ментальности. Сильных качеств у тебя больше? Думаю, что да. Раньше было сложнее. А сейчас, когда я войду в свою лучшую форму, думаю, все будет в порядке. Твой лучший партнер прямо сейчас в Локомотиве, кого ты лучше остальных чувствуешь на поле? Или чувствуешь, что есть потенциал, чтобы вот-вот вы сыграетесь? Я открываю для себя всех игроков. Стараюсь понимать всех и все очень хорошо ко мне относятся. Со своей стороны я стараюсь оплатить им той же монетой. Стараюсь со всеми наладить хорошее отношение. Потому что я знаю, что если ты добрый, позитивен по отношению к ребятам, то и на поле чувствуешь себя более комфортно и не зажато. Никого бы не хотел выделять. Повторюсь, все в команде хорошо и тепло ко мне по-дружески относятся. В одном из интервью в «Бытность» еще игроком Бардо ты сказал, что два футболиста, на которых ты обращаешь особое внимание, это Криштино Роналду и Анхилди Мария. В моем понимании футболисты на самом деле абсолютно разные. И вот хочется понять, сейчас ты действительно на кого в первую очередь смотришь? Ты больше смотришь на то, чтобы отдать партнеру или чтобы забить и быть центром внимания? Вот кем ты себя видишь в команде? Насколько я помню, в том интервью я сказал, что мой кумир это Криштиано. Димарея, это, конечно, тоже супер-игрок, вне всякого сомнения. О нем, как я помню, я говорил далее в интервью. Но еще раз повторюсь, мой кумир это Криштиано, и это вне всякого сомнения. Что касается меня, то на поле я стараюсь отдавать себя команде на все сто процентов. Что касается статистических данных, передачи, голы, голевые передачи, это все со временем придет, в этом нет сомнений. В то же самое время, обретя уверенность на поле, я смогу намного больше помогать своей команде, помогать своей команде через голы, через свою игру. Если посмотреть по ресурсам, по богатствам, то и алмазы, и золото, и урады, но классическое, к сожалению, для региона, несправедливое распределение, и 50% живет за чертой бедности. Я правильно понимаю, что вот эта жизнь, вероятная за чертой бедности, или что-то около того, это то, что скорее всего могло быть в твоей жизни, если бы не футбол. По национальности я гвинеец, я родился в городе Киндия, это второй по важности регион в Гвинеи. Я ходил в школу и серьезно занимался своим образованием до поступления в университет. Именно в этот момент, я помню, футбол вошел в мою жизнь настолько прочно, что я стал рассматривать его как свою будущую профессию, и я сделал этот выбор. На сегодняшний день я являюсь профессиональным футболистом. В Гвинеи у меня осталось много друзей. Я знаю, что им не совсем легко приходится в этой жизни. И также у меня в Гвинеи много знакомых, и я знаю, что им зачастую нелегко. Но они с этим справляются. Мой отец по профессии преподаватель. он обеспечивал семью, нам было на что жить. Мы хорошо жили. Он дал мне возможность ходить в школу. То есть я получил образование. Я хорошо владею французским, могу свободно общаться на нем со всеми. Я очень благодарен своим родителям, что они дали мне образование. А что касается природных ресурсов моей страны, то я не совсем в курсе этого дела. но могу сказать, что Гвинея экономически хорошо развивается, прогрессирует. В стране происходит много перемен. Надо проявлять терпение и предоставить времени делать свое дело. Я уверен, что лучшие времена для моей страны наступят в ближайшем будущем. у тебя там сейчас живет кто-то из родственников, не знаю, братья, сестры, родители или ты постарался всех перевести поближе к себе? В семье нас было четыре ребенка. К сожалению, мой старший брат умер четыре-пять лет назад. Он как раз только закончил свое образование в университете на тот момент. В итоге нас сейчас осталось трое детей. Я сейчас стал старшим братом. У меня две младшие сестренки. Они обе сейчас в Гвинеи. Одна только что закончила школу, а другая получила степень бакалавра в университете. Сейчас вся моя семья живет в столице города Канакри. Я задумываюсь над тем, чтобы мои сестры приехали ко мне в Москву, чтобы продолжить свою учебу в России, а может во Франции. Понятно, что сейчас футбол помог тебе обеспечивать свою семью и родителей, и сестер. Но тогда в детстве сразу ли верили мама с папой, что футбол то, что тебе нужно? Не говорили ему не нужно, что это все глупости? Вначале все было совсем непросто. Как я уже сказал, мой отец был преподавателем, профессором по биологии. Ему было сложно, конечно, отпустить своего сына, играть в футбол. чтобы он не ходил в школу, прогуливал уроки, не смог в полной мере заниматься своим образованием. Я помню, что на тот момент это была настоящая борьба между нами. Мы много дискутировали с ним на эти темы, чтобы найти решение. Мы пришли к решению, что я буду продолжать ходить в школу, поддерживать свой уровень образования и в то же время ходить на тренировки. шансы на успех в Гвинеи стать футболистом профессионалом были минимальными. Из тысячи мальчишек может быть один только сможет стать профессионалом. Когда я получил степень бакалавра в университете, я переехал в Канакри. Через шесть месяцев меня впервые вызвали в юношескую сборную. Это было в 2011 году. Это мне позволило в первый раз уехать из родной Гвинеи. и мы приняли участие в турнире Монте-Вю во Франции. Когда я вернулся, я начал много ездить на просмотры во Францию, в Испанию. Это было то время, когда я принял для себя решение, что буду заниматься футболом в дальнейшем. Именно в это время мои родители отпустили меня и предоставили мне возможность полной свободы в выборе своей профессии. Мой старший брат меня всегда поддерживал, помогал, поддерживал меня как мог. Иногда я помню, ему приходилось бросать учебу, чтобы прийти на стадион поболеть за меня. Он меня всегда мотивировал и воодушевлял. К сожалению, сегодня его нет со мной, но это жизнь. была серьезная конкуренция в футболе. Но когда мы слышим о Гвинеи, мы не представляем, что это футбольная страна. В Африке футбольные страны считаются Камерун, Сенегал, Кот-Дивуар, Нигерия, североафриканские страны. Но при этом, если посмотреть на состав Гвинеи, то и Диавара из Ромы, и Трауре из Минхенгладбеха, и Наби Китай из Ливерпуля, и Франсуа Камано из Локомотива, конечно. То есть это такой футбольный бум чем-то объяснимый или это совпадение просто? Совпадение? Не думаю. Что касается меня, то я всегда знаю свои корни, знаю, откуда я пришел. Я не столичный житель, я родился в провинции. Конечно, очень сложно, чтобы какой-то агент, какой-нибудь тренер, представитель какой-нибудь столичной команды поехал куда-нибудь в глубинку, в глушь, на расстояние три-четыре часа от столицы, чтобы посмотреть игру какого-нибудь мальчишки, может быть, даже и талантливого. Это, конечно, очень сложно. У многих родителей, ребят, нет финансовых возможностей, чтобы их сын мог ездить на турниры, поискать счастье где-нибудь во Франции или еще где-нибудь в Европе. И, конечно, это надо еще заслужить. И я помню, что когда я переехал в Канакре, у меня удачно все складывалось. Я хорошо играл, выдал серию из очень хороших матчей, за мной следили. Через 6 месяцев, я повторюсь, меня вызвали в юношескую сборную. И такой шанс выпадает далеко не всем в этой жизни. Есть много игроков в Гвинеи, которые не то что за границу, но не имеют возможности уехать даже из провинции в столицу Канакре. Как вы понимаете, все в этой жизни происходит в столице. В столице и все хорошие стадионы, и все топовые детские, юношеские академии футбола и школы. Родители тоже не всегда хотят отпускать детей от себя. Конечно, сейчас времена изменились. И мой пример, я надеюсь, поможет многим в моей стране стать футболистами. Особенно в моем городе. Меня могут посмотреть и меня показывают по телевизору. Я играю в сборную, играю в европейских клубах. И надеюсь, это покажет и докажет многим родителям, что стать футболистом это не мечта, это реально. Сейчас родители более охотно поощряют, чтобы их дети играли в футбол, потому что у них сейчас больше уверенности, что их дети в итоге смогут стать футболистами, профессионалами. Более того, все эти футболисты, примеры которых вы перечислили, Наби из Ливерпуля, Дьявара из Ромы, это мои друзья, они из моего окружения, из моей среды. Я играл с ними в Гинее, когда мы все еще там находились. С Дьявара мы вообще играли в одной команде в Канакре, поэтому я думаю, что я знаю, о чем я говорю. Но повторюсь, такой шанс стать футболистом выпадает один из тысячи. Уверен, есть много мальчишек, таких как Наби, как Дьявара, Франсуа в Гинее. Они не стали профессиональными футболистами. Каждому выпадает свой шанс, своя доля везения в этой жизни. Сейчас сборы и мы уже обсудили, насколько они важны и как они уже помогают, хотя они еще далеки от завершения. Но ты уже сейчас понимаешь, какая у тебя персональная задача на оставшуюся часть сезона, вторую половину. Количество мячей забито, количество побед, места. В первую очередь, какой у тебя такой результат, на который ты ориентируешься? Сейчас моя первостепенная задача это выйти на свой максимальный уровень физической подготовки. Также немаловажно это работа над техническим арсеналом оснащением, потому что эти два аспекта они идут рука об руку, можно даже так сказать нога об ногу. Самой первостепенной я считаю командную задачу, как можно скорее вернуться наверх турнирной таблицы. Мы сейчас явно не на том месте, где локомотив должен по праву находиться. Мы все работаем здесь и тяжело работаем здесь и сейчас над этим. Надеюсь, мы скоро вернемся наверх таблицы, наберем максимальное количество очков в оставшихся игр. Насчет этого у меня нет никаких сомнений. А что касается своих личных персональных целей, то это, как я уже говорил, как можно скорее выйти на свой максимальный уровень, начать по-настоящему помогать команде, начать забивать голы, особенно забить свой первый гол в чемпионате, который меня раскрепостит. У меня много целей на сегодняшний день, но я ограничусь, может быть, тем, что сообщу количество голов, которые хочу забить. В Бордо мне удавалось забивать достаточное количество голов. Могу сказать, что когда я на пике своей формы, то я могу забивать и 10, и 12, и 15 голов за чемпионат за один сезон. Что сказать, половина чемпионата сыграна, нам предстоит вторая часть. Большую часть интервью мы говорили об адаптации, потому что в твоих футбольных качествах никто не сомневается, и главное преодолеть эту проблему. Здесь и климат, в этом сезоне у нас появлялись новые лидеры. Сколько минут игровых у Куликова, у Макеева абсолютно новая роль. Мурило стал лидером по этому показателю, и сейчас мы видим, как он и вне поля оказывается в центре внимания. Готов ли ты на такие перевоплощения и действительно становиться тоже центром внимания, как за пределами поля, так и непосредственно в игре? Быть одним из лидеров в команде это очень большая ответственность от игрока и конечно чтобы быть лидером это надо ежедневно подтверждать своей игрой и своими тренировками, это надо забивать голы, отдавать решающие передачи, быть эффективным. В себе я ни в коем случае не сомневаюсь и я уверен, что с началом чемпионата люди начнут обо мне говорить в средствах массовой информации, я уверен, что буду в центре внимания прессы, тем более, что на этот счет у меня уже есть опыт. В Бордо я был в центре внимания, обо мне много говорили. Я все для этого делаю ежедневно на тренировках в своей рутине. Уже начал забивать товарищеских играх, чему я рад. Я максимально сконцентрирован на своей работе на поле и, как вы знаете, поле рассудит. Мой фокус полностью в пределах четырех линий поля, а все, что касается дел вне поля, я предоставляю своим агентам. Повторюсь, я живу только футболом. Спасибо, мой друг. Мы верим вам. Да, подсюси. Редактор субтитров А.Семкин